Добрый вечер, Одесса! 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 отклеиваться хорошо. Нет, так не нужно было делать. Если ты почувствовала, что она не отклеивается, нужно было... Вот, но я чувствую, что она отклеивается, Саша. То есть, все-таки, клей растаял. Клей растаял. Отлично. Не во всех местах равномерно, но все-таки это намного эффективнее, чем просто отрывать. Чем слюнявить. Опять же. Да, друзья, именно... Саша поделится секретами, как он обычно отрывает. Ну, у нас того еще был способ таким образом уксусом жвачку оттирать. Я думаю, что уксусом книгу просто не очень удобно оттирать. Ну, если в твердом переплете. Смотря какой у вас, друзья, переплет. Если мягкий, грейте феном. Если твердый, оттирайте уксусом. Есть у нас для вас и второй лавхак. Который называется «Как же сделать коробку из подручных средств?». Не знаю, понадобится ли он вам в принципе в жизни, но бывают ситуации, когда нужно что-то маленькое, например, книгу, положить в коробку. Саша собирается на день рождения. И вот мы его всем телеканалом отправляем туда. Я не знаю, кому он... Мы насобирали с миру по низке. Кто-то нам дал бумагу. Итак, ты знаешь, как это все делается? Ну вот я не уверена. Я не уверена, что вообще из такого тонкого листика у нас что-то получится. Ну, у нас будет просто не очень прочная коробка. Самое главное, что мы... Прости, чуть не оторвал тебе руки. Что мы должны сделать? Это разделить наш лист на девять частей. На девять ровных частей. Попробуем это сделать на глаз, потому что Наталья линеечку мне не дает. Сказала, что я не заслужил. Итак, вот мы попробовали... Развивай глазомер. Глазомер мой подсказывает, что как-то так нужно загнуть эту коробку, чтобы вот у нас получилось уже три части первые, наши ровные части. И дальше делим еще на три части, но уже по вертикали. Делаем примерно вот так. Слушай, ну у тебя умело получается, как будто всю жизнь коробочки делал. Я всю ночь на самом деле готовился к программе или пил коробки. Ты знаешь, похоже на вот эти вот китайские фабрики. Здесь все сидят и вручную лепят. Или вот эти вот работодатели предлагают еще. Соберите ручки. Да, мне такого работодателя не предлагали. Но мне тоже. Разрезаем вдоль. Вот у нас есть длинная часть листа. Мы должны надрезать вот эти вот штуки, которые являются продольными. Первые скажем... Крайние квадратики. Крайние квадратики. Но не отрезаем, а надрезаем. То есть делаем вот такие вот длинные полоски резанины. Да? Странно я сказал, но пусть будет так. Полоски резанины. Вторую сторону листа пытаемся точно таким же образом разрезать. И что получается в итоге? Нужно подумать. Дальше. Давай пока мы думаем, мы может быть посмотрим что-то... Давай, потому что опростоволосится в прямом эфире. Давайте посмотрим сплетни. Давайте, Наталья. Сплетни. А мы делаем. Дальше. А теперь предлагаю нам с вами заняться тем, чем занимаются почти все. Да почему же почти все делают это? Давайте безобидно посплетничаем о тех, кто сам нам рад дать повод для этого. Вот, например, Хайди Клум. Красавица, супермодель, веселая хохотушка и мать-героиня, которая, кстати, по слухам, продолжает геройствовать и ставит рекорд. Знаменитая немецкая модель скоро станет матерью в пятый раз. Радостной новостью о беременности Хайди Клум поделился ее личный тренер Дэвид Кирш. Об этом сообщает не кто-нибудь, а немецкая газета Билд. По словам тренера, Хайди продолжает заниматься даже в таком положении. Однако нагрузки звезда снизила. Низкий поклон вам, Хайди, от всех девушек планеты. Будучи матерью четырех детей, сохранить такую фигуру это победа над женской природой. Сама модель пока не комментирует информацию о беременности. Отцом пятого ребенка Хайди Клум называют ее телохранителя Мартина Кристена. Кстати, недавно стало известно, что модель отказалась идти со своим возлюбленным под венец, пока он не подпишет брачный контракт. Вот такая вот любовь. А о бывшем муже Хайди, певце Сили, похоже, уже и вовсе забыли. А ведь он так красиво поет, и любовь у них была невероятная. Даже не верится, что человек с таким проникновенным голосом может быть обладателем несносного характера. Кстати, причиной разрыва звездной пары стала неспособность сила контролировать свой гнев. Проблема, ставшая неразрешимой для Хайди и их четверых детей. На этом все. Живите в мире и любви. Счастья вам. Ну а напоследок сюрприз от меня, от матери четырех детей Хайди Клум и мега популярного певца Псая. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... У нас получается вполне себе адекватная коробка. Не знаю, что можно с этой коробкой дальше делать, но предлагаю ее склеить. Давай склеим. Как тебе это говорят? Если эта часть идет внутрь, значит промазываем клеем вот здесь. Ну, как-нибудь хаотично. И заклеиваем один раз. Это прекрасная коробка. Идеальная. Да, я думаю, что она долговечна. Эта часть тоже долговечна. В ней можно даже носить молоко, например. Я думаю, что... Много интересностей. Сухое. Подсказывает мне наша творческая группа. Человек, которому ты принесешь подарок в такой коробке, он запомнит тебя надолго. Я думаю, даже на всю жизнь. И эту коробку потом будет показывать своим детям, внукам. Не подарок, а внимания, а еще, главное, подарок, сделанный своими руками. То есть у меня двойной бонус. Ой, хорошо, что у меня день рождения уже прошел. И Саша мне уже не будет дарить. Я знаю, кому я подарю. Недавно у одного человека был день рождения. Расскажем позже. Ага, у тебя подарок есть. Я думаю, что вот эти вот части мы, в принципе, можем завернуть. Как-то, знаешь, ну, сделать красиво. Чтоб всем нравилось. И вот, тадам, тадам, коробка готова. Отличная коробочка. Такую коробку мы можем сложить, Наталья. Клей-карандаш, клей-не-карандаш. Сладкая. Пожалуйста. Фен не влезет. Маленькую чашку для маленьких людей. Ее слегка перекосило. Все это может быть в этой коробке. Практично, удобно. А главное, что пространство организовано. Можно наделать таких коробок и все-все свои вещи дома распыхать. Я вот хотела предложить тебе. Массовое производство, трюмо делать будем. Вместо шкафа вот завести вот такую коробку. Это же можно использовать какой-то более прочный материал. Картон, батлан. Ты зря смеешься. Делай такую же коробку. А я не слушалась, ребят. Это нормально, друзья? Нет, конечно, не нормально. Напомню, что пока Наталья по памяти будет делать, не помогу. Вообще, напомню, что можете выиграть вот такой флайер со скидкой 50% на всяческие услуги в одном из салонов Одессы. Поэтому звоните 718-6191. Делитесь своими наблюдениями, настроением, лайфхаками. И мы вам такой флайер подарим. Он хоть и бумажный, но стоит дорого. Давай. Саша, вот ты меня подставляешь перед телезрителями. Ты неправильно уже делаешь. А я сделаю свою коробку. Можно? Пока Наталья будет делать свою коробку, поделюсь с вами тем, что на улице холодно. Вы, может быть, этого не знаете, но я только с улицы, и там еще есть завихрения, которые берут весь мусор. Ты не отвлекайся. Там завихрения, друзья, и они делают вот так вот ветром листья поднимают, и мусор. Поэтому все ходят, в общем, как-то пригибаются. Снега в общем нет, да? Ты знаешь, я недавно стояла на остановке, и мне показалось, что пролетает снег. Но этот снег был такой маленький, и пролетело буквально две снежинки. Я думаю, что это, наверное, от курящего мужчины. Но я сначала очень обрадовалась. Наталья, я же тебе сказал, три на три. Почему ты сделала коробку четыре на четыре? А, три на четыре. Это моя коробка. Давай, значит, отрезай один конец. Тебе лишь бы отрезать, Саша. Я не знаю, с чего ты это взяла. Какие-то неполиткорректные шутки. Я по поводу твоей коробки. Я не буду ее резать. Где мой клей? Резать коробку, где мой клей, спросила Наталья. Поэтому я теперь понимаю, почему у тебя коробка из двенадцати секторов получается. Отлично. Саша, не придирайся. Это творчество. Ты сам сказал, что главное, что это сделано своими руками. Эту. Видишь, я не называю это коробкой. Ну да, у тебя это не коробка. А ты просто склей... А, кстати, скоро же Новый год, вернусь я и буду заговаривать зубы Александру. Он строгий, ты бы учитель был очень плохой, строгий учитель. Скоро Новый год и вас ожидает, конечно же, череда новогодних лайфхаков. А еще совсем скоро... Какие новогодние могут быть лайфхаки? Почисть мандаринку одной рукой, съешь серпантин, чтобы не было плохо на утро. Ну вот как открыть, например, бутылку вина, если нет под рукой штопора? Да, это идеальный лайфхак. Но есть под рукой обувь. Да, да, я знаю как. Но мы не будем сегодня об этом говорить. Сегодня мы не будем об этом говорить. Все интересное всегда остается за эфиром, друзья. После эфира Наталья открывает бутылки при помощи обуви. Что ты делаешь, во-первых? Потому что зрители включили и не очень понимают, что это. Саша, я тебе сказала, я тебя не слушала. Я делаю свою коробочку. Это просто для красоты, как я понимаю. А у тебя для чего, прости, вот это вот. Эта коробка функциональнее. У меня функциональная тоже будет, успокойся. Так, друзья, пока с Натальей происходит что-то странное, напомню вам о том, как сделать вот такого вот плана коробку. Нужно разделить лист на условных 9 частей. То есть 2 полосочки по вертикали должны быть и 2 по горизонтали. Надрезать крайнее и свернуть. Наталья же сделала 12 секторов, поэтому у нее получился неопут. Вазочка. Вазочка, идеальная. Что мы в эту вазочку можем поставить, кроме ножа, который за твоей спиной находится? Стоять вазочка. Клей. Можно поставить клей. Главное, я думаю, что наша программа принесет очень много пользы. Ножницы стоят между нами. Это какой-то кошмар, на самом деле. Но ты придумал этот лайфхак. Я его не обязана была повторять. Я тебя не заставляю повторять свои лайфхаки. Отлично. В общем, пока мы с Сашей будем выяснять отношения. Да. Я думаю, что уже будет сейчас время уходить нам на рекламу. И после которой, конечно, прайм-тайм вернется. Я тебе расскажу, что у нас еще сегодня впереди много интересного. А в конце зажигательная музыка. Потому что кто поет в конце нашей программы? Сергей Бабкин, который завтра будет выступать в ДК Политеха в 19.00. У нас Бабкин сегодня будет. Конечно. Круто. Я просто не ожидал, честно. У меня была другая информация. Ну что, друзья, давайте будем смотреть рекламу, после которой лайфхаки не вернутся. А программа в прайм-тайм вернется, и Николай Пахкоровский придет сюда. Я заговариваю. Редактор субтитров А.Семкин